Переходим к рассмотрению различных систем и синдромов. Соответственно, сразу будет и лечение. То есть, есть смысл рассматривать по веществам, но это будет в конце этого руководства, которое я комментирую, национальное руководство по медицинской токсикологии российское. Но есть смысл и по симптомам, потому что значительная часть лечения идет симптоматической. Поэтому симптоматика по системам рассматривается, там нервная, сердечная и так далее. С нервной начинаем. Ну, разнообразные они, острые психоневрологические расстройства при острых отравлениях тоже часто острые, и совсем они разные. В принципе, еще как старик Павлов говорил, у нас нервная система функционирует либо как возбуждение, либо как торможение. Поэтому в основном они классифицируются как симптомы, связанные с возбуждением, то есть чересчур возбуждение, либо чересчур торможение. Иногда от одного и того же вещества может чередоваться, допустим, барбитураты, может чередоваться оглушенность и острое психомоторное возбуждение. Или, допустим, впадает в кому, а когда выходит, опять у него возбуждение. То есть расстраивается вот эта основная функция нервной системы, либо тормозить, либо возбуждать. Ну, в принципе, вот схемка тоже, тут хорошо, что такие понятные схемки рисуют. Вот острое отравление вызывает либо возбуждение, либо торможение, да, оглушенность. Торможение приводит к коме. Кома может сопровождаться при выходе тоже с возбуждением, да. Вот. Или возбуждение приводит к делирию, то есть вот то, что называется белая горячка, то есть острый интоксикационный психоз. То есть чувак там видит везде какую-то угрозу, вплоть до галлюцинации, да, бегает, прыгает, может поубивать врачей в таком состоянии. Потом у него эти ресурсы возбуждения в данной системе истякнут, и он, наоборот, будет такой же заторможенный, короче. Будет просто сидеть и всё. Только что бегал, прыгал, бил по стенкам и всё сидит, да. Ну, это, в принципе, и просто алкогольное опьянение, которое тоже является острым отравлением. То есть алкогольное опьянение, в принципе, тоже отравление острое, но просто не умирает от этого, да. Тоже же заметно, да, что пьяный, он то, короче, бесится, то сидит вот такой вот. Ну, вот оно как бы и есть. Ну, если не умер, кончается всё обычно таким астеническим состоянием, то есть таким полудепрессивным, заторможенным, да, известным как похмелье. Ну, и при других тоже веществах, не обязательно при алкоголе, примерно такая же картина. Ну, и потом нормализуется, если живой остался. Ну, это как бы общая схема, и сейчас отдельные, наиболее важные синдромы рассмотрим. Экзотоксическая кома обычно развивается при отравлении веществами наркотического действия, при отравлении наркотиками, которые угнетают функцию центральной нервной системы. Ну, вот это вот состояние, типа, ничего не болит, всё хорошо и так далее, это, по сути, седативное состояние, то есть приторможенное, сонливое, да. То есть вот наркоманы, которые опят и употребляют, по сути, да, они хотят просто уснуть и отключиться от этого мира. Ну, естественно, если передоз, то отключаются так, что в мир и не вернутся, и просто умрут. На 2012 год всё ещё было много теорий наркотического действия, и, видимо, сейчас тоже так. То есть чёткой теории, как действуют наркотики, нет. Ну, однако, определённые механизмы имеются, которые обнаружили действия наркотиков. Во-первых, они хорошо растворяются в жирах и липидах нервной ткани. Они снижают поверхностное натяжение клеточной мембраны нервных клеток. И основная концепция то, что наркотические вещества изменяют проницаемость клеточных мембран для разных ионов. То есть саму поверхность клетки, которая, собственно, определяет, какие вещества в клетку попадут, а какие нет, то есть мембрана, да, вот её свойства меняют наркотики. Также они просто растворяются, либо внедряются в липопротеиновые комплексы мембран, то есть просто вот в клетку наркотик входит, да. Идёт адсорбция молекул токсичных веществ по мембране, вот, ну и, соответственно, влияют они на синапси, то есть на переключатели, которые, на то, как проходит электрический ток по нейронам, как нейроны друг другу передают электрический сигнал, вот за счёт того, что они на мембране. Там, та самая, включаются в мембрану, оседают на мембране, и они меняют то, как организм передаёт информацию. Кстати, информация передаётся неверно, и возникают и такие состояния. То есть, допустим, по всему организму передаётся информация спать, когда спать на самом деле не надо. Результат непосредственного воздействия наркотических веществ на центральную нервную систему – это снижение потребления кислорода мозговой тканью. Вот ещё что обнаруживается на физическом уровне, да, то, что снижается потребление кислорода. Кислород, когда не поступает в мозг, он очень чувствительно, кора головного мозга, если совсем не поступает, то человек теряет сознание. А, ну, как бы, вот когда наркотик действует, она уже снижается. И вот как бы действует наркотик, дозу увеличили, и человек падает просто в кому, да. Ну, вот это потому, что вообще кислород перестал поступать. Пониженный расход кислорода дошёл до такого уровня, что сознание потерял. Ну, в условиях гипоксии, то есть нехватки кислорода, в мозговой ткани начинается анаэробный метаболизм. То есть он начинает без кислорода выживать нейрон, что приводит к накоплению молочной кислоты, развитию ацидоза, и кислота разрушает головной мозг. То есть головной мозг начинает сам себя убивать, пытаясь получить энергию. В принципе, коматозное состояние, типичное, может быть и без наркотиков. То есть если есть сама по себе гипоксия, то есть нехватка кислорода в головном мозге, то можно и без наркотиков, короче. Клинические проявления гипоксии головного мозга начинают развиваться при снижении кровотока до 60%. Артерии мозга расширяются, что приводит к уменьшению их сопротивления и относительному увеличению притока крови. То есть мозг пытается адаптироваться, расширяет артерии, снижает вены. То есть по венам кровь уходит, по артериям приходит. Поэтому то, что приходит, мозг увеличивает, чтобы больше тогда, раз нет кислорода, больше крови тогда надо. Вены мозга сужаются. Однако, если долго мозг этим занимается, пытаясь себя спасти в условиях нехватки кислорода, то это кончается отеком мозга. То есть получается, что у мозга какая-то запланированная нормальная деятельность, она идет нормально, мешаться не надо. Когда она идет ненормально, он запускает определенные механизмы, которые компенсируют, но эти же механизмы мозг разрушают. То есть он начинает производить молочную кислоту, которая его же губит, начинает увеличивать приток жидкости, которая закончится отеком мозга и так далее. Ну хотя вот эти механизмы компенсации на какое-то время спасают. То есть он просто в мозг исходит от того, что надо просто жизнь спасать вот сейчас, а то, что потом будет все равно умрем когда-нибудь. Значит, симптоматика, которая наблюдается, это механизмы. Какая симптоматика наблюдается? Значит, симметричное изменение величины зрачков, нарушение потоотделения, слюноотделения, бронхоотделения, это все перестает регулироваться нормально. Вещества, которые являются М-холиномеметикой, это фосбарбитурат и алкоголь, развивается мускалиноподобный синдром, то есть развивается потливость, бронхорея, гипотермия, то есть преобладает парасимпатическая вегетативная нервная система, то есть он, короче, в поту весь, холодный такой, вот, это вот алкоголь, допустим, типичное отравление. Если отравление было холинолитиками, это, допустим, атропин, астматол, может быть, аэрон, то есть кладут атропин во многие лекарства, допустим, бронхиальные там и так далее, может быть, передоз. Ну, так вот, передоз атропина, это все наоборот, значит, наблюдается медриаз, сухость кожных покровов, сухость слизистых оболочек, высокая температура и возбуждение. То есть вот при отравлении алкоголем, уже, кстати, тут я по первой помощи уже отравление алкоголем рассказывал, кратко, при отравлении алкоголем он просто лежит, короче, холодный, потный, и все, и загибается. А при отравлении, допустим, атропином, то он весь сухой, короче, и прыгает, бегает, матерится и так далее, у него, наоборот, психомоторное возбуждение. Это все равно, это у него кома, вот сейчас к кому хряпнется, вот. Также нарушения дыхательно-сердечно-сосудистой системы идут. При тяжелых отравлениях развиваются параличи, так как нарушается нервно-мышечная проводимость. Это характерно при отравлениях фос, хлоридом калием, мышьяком, корареподобными препаратами, триортокризилфосфатом и так далее. Раннее проявление паралича это миостения, то есть слабость мышечная не может там руки-ноги поднять, это тоже при отравлении фаи, пахикарпином, бромистым метилом и так далее. И это кончится тоже может параличом в конце. Возможно острое нарушение зрения при коме вплоть до слепоты, так как развивается токсический неврит зрительного нерва. Ну и все мы знаем, что это характерное при отравлении метиловым спиртом. Метиловый спирт, в принципе, тоже все по типу комы развивается. И при этом он еще поражает зрительный нерв, и потом слепые на всю жизнь остаются. Может быть неясное зрение какое-то, или при медриазе, при том же атропии неплохо видно. Цветное зрение при отравлении аспирином, там допустим, нарушение слуха тоже при отравлении салицилатами, хинином, некоторыми антибиотиками, может наоборот слух. Вот там стрептомицин, если отравиться антибиотиком, то можно глухим остаться. Ну, что вызывают у нас вышеописанные расстройства? Это психолептики, такие как, во-первых, нейролептики, допустим, галлоперидол, азолептин, которые применяются при лечении шизофрении, аминозин. И там возможен передоз, а также психи сами могут пытаться ими отравиться, накопив однажды таблетки и умерев. Снотворные средства, барбитураты, тоже такую картину могут вызвать. Транквилизаторы при передозе диазепам, оксазепам, феназепам, седативно-снотворные средства. Ну, понятно, что это же основной механизм тут седативный, да, поэтому седативные средства при передозе кома и вызывают. Дальше, антидепрессанты, такие как амитриптилин, имепролимин и так далее. Пироцетам, который ноотропил и позиционируется как лекарство для улучшения кровоснабжения головного мозга, при передозе может тоже кому вызывать. Норма миметики соли лития, который для упорядочения настроения, да, применять, чтобы она не прыгала ни в депрессию, ни в манию, тоже при передозе может кому вызвать. Опиаты, морфин, холинолитики, атропин, высшая писала, как при атропине будет, да, эуфилин тоже. Изониазид, это лекарство от туберкулеза тоже широко применяемо, тоже при передозе изониазид может вызвать вот эту кому. Дальше, это лекарственные средства и психотропные, как правило, вот тоже по этому механизму вызовут острое отравление, а именно этиловый спирт и его суррогаты. То есть метанол, вот этот метиловый спирт, тоже по такому принципу. Этилен, гликоль тоже так же будет, метилцеллюлоза тоже так же. То есть вот вся группа, которая связана с этиловым спиртом, вот так будет кому вызывать при передозе. Значит, наркотические средства, опиатые, такие как героин и метадон, тоже вызывают кому. Кокаин при передозе вместо возбуждения вызывает кому. Марихуана при передозе, ЛСД. Также пропан, бутан, ацетон, бензин, некоторые нюхают и кончаются тоже вот тем же. Хлорофоз, известное средство, да, чтобы травить тараканов, при передозе вызывает кому. Хлорированные углеводороды, дихлоретан, трихлоретилен, также угарный газ, которым можно надышаться от печки, вызывает кому. Также цианиды и соединение тяжелых металлов. Значит, для диагностики и оценки тяжести комы применяется шкала глаз, 1974 год. И оценивают три, в общем, реакции. Она тем хороша, что она достаточно простая. Реакция глаз, допустим, если открывает глаза, то 4, да, не открывает глаза 1. То есть, вот открыты глаза, не открыты. Промежуточное состояние открывает глаза в ответ на обращение, там, допустим, говорят, Вася, он глаза открыл, 3 балла ставим, глаза открываются. 2 балла, если открывает глаза в ответ на болевой раздражитель. Дальше, есть ли речевая вербальная реакция? То есть, спрашивают его, как вас зовут, где вы находитесь. Если он на это правильно отвечает, то 5 баллов, значит, сознание сохранено. Он может отвечать что-то бессвязное, тогда 3. Да, нет слов, произносит отдельные звуки 2, не отвечает 1. Ну и дальше двигательные реакции. Допустим, если он выполняет простой приказ, допустим, показать язык, открыть глаза, то 6 баллов. Вот, дальше, значит, хлопают по щеке, прищемляют ухо. Если он при этом отталкивает руку врача, то есть, у него, естественно, реакция, что там не бей меня, то пятерка, то есть, по крайней мере, реагирует, да. Реакция замедленная 4, то есть, есть реакция, но медленно, вяло реагирует. Ненормальное, там, сгибание ненормальное 3, разгибание ненормальное 2, и реакция отсутствует 1. Короче, минимальное тут получается, если все по единице, то есть, глаза закрыты, не говорит, и руку не отталкивает, это у него глубокая кома. Вот, максимально, если он все вот это делает правильно, 15, тогда больной в сознании. То есть, получается, от 3 до 15 мы получаем шкалу, и мы уровень кома можем записать, допустим, пишут. Уровень комы 7. Руку отталкивает, на вопросы не отвечает, открывает глаза в ответ на болевой раздражитель, 7. Анализ в такой последовательности выполняет, сначала глазная реакция, потом речевая, потом двигательная. И записывает лучший показатель в каждой из трех реакций. Ну, при этом надо иметь в виду, что он может быть глухой, слепой, и тогда у нас глаза отдельно рассматриваются. Да, у него может быть травма глаз, тогда не считается. Интубирован, может быть. Ну, вот, по таким признакам определяют уровень комы. Интоксикационные психозы. Ну, это значит, он в сознании, но психует. Два вида психозов выделяются. Это первичные, которые возникают в токсикогетной фазе отравления, когда есть яд в крови, и вторичные, когда яда уже нет, как осложнение. Также, возможно, обостряется психическое заболевание. Короче, если он вообще уже кукушкой и так поехавший, то в результате отравления это у него может осложниться и перейти уже в откровенный психоз. Также, допустим, если пьющий, то даже легкое отравление чем-то другим, не обязательно алкоголем, у него приводит к тяжелому психозу, потому что он вообще у него ослаблен мозг алкоголем, у него быстро кукушка едет, короче. Ну, значит, первичные психозы типичные. Аноэрический синдром при отравлении атропином кокаином. Эмоционально-гиперистический синдром при отравлении тубозидом и тиленгликолем. Психосенсорный синдром при отравлении фосы. Синдром оглушения при отравлении барбитуратами. Вторичные психозы при отравлении угарным газом развивается кататоническая шизофрения и может длительно протекать до нескольких месяцев. При острых психозах также другие могут быть сопутствующие расстройства, например, гиперкинез, то есть руками махает, очень быстро двигает. Это у него уже не считается центральная нервная система, а считается периферическая. Центральная – это то, что он, допустим, как-нибудь эмоционально себя ведет, хохочет, плачет. Это у него центральная нервная система. А руками машет – это у него периферическая, но тоже может сопровождаться. Рефлексы, судороги, напряженные мышцы – вот это уже неврологическая симптоматика, которая сопровождает. Ну, в общем, вот вместе все это называется токсическая энцефалопатия. Токсическая энцефалопатия – это токсическое поражение головного мозга, которое может сопровождаться психозами, комой и так далее. При этом часто также патоморфологические симптомы, то есть изменение мозговой ткани, отек головного мозга может развиваться и так далее. Ну, в целом, вот ТГЭ – три стадии различают. Начальная стадия – это ксикогенная, то есть когда есть яд. И диагностика, при этом, значит, энцефалопатия зависит от конкретного вещества. То есть некоторые вещества вызывают возбуждение, там другие торможения и так далее. И критерии степени тяжести энцефалопатии – это, собственно, концентрация яда, вот на этой стадии. Вторая стадия накапливается в крови и в других средах токсические вещества внутреннего происхождения. При этом уже центральная нервная система, она реагирует и на вот этот токсикант, и на яд, и на эндотоксикоз. То есть внутри уже организма образовались всякие тоже ненужные вещества, которые тоже влияют на центральную нервную систему. И в данном случае яд как бы важен, но важно и какой уровень вообще, то есть насколько нарушены основные параметры дыхания, мозговой кровоток, системный кровоток и так далее. Ну, терминальная фаза, когда развились уже стойкие интеллектуальные неврологические расстройства, поражены внутренние органы, легкие сердца, почек. Ну и в данном случае уже тяжесть состояния определяется степенью повреждения, собственно, головного мозга и основных органов человека. Дифференциальная диагностика осуществляется с черепно-мозговой травмой. То есть может быть, допустим, человек поступил, лежит, может он наркотой отравился, а может он просто по башке дали. Вот поэтому дифференцировать надо. И нарушение мозгового кровообращения, то есть может быть это инсульт. Вот такая фигня, что человек лежит, короче, еле дышит, там, не знаю, покрыт потом или наоборот сухой, не реагирует на вопросы. Может быть это отравление наркотиком или может быть это отравление еще кучей всяких других веществ, да, которые такое состояние вызывают. А может это травма у него или может это у него инсульт. Поэтому вот сразу проводить диагностику, тем более состояние срочное, если кома-то. Кома также может быть вызвана действием нескольких токсических веществ плюс травмой черепа. То есть напился до усрачки еще и по башке дали, и теперь в коме лежит у него и от алкоголя, и от того, что по башке дали. Вот такие вот дела. Значит, лечение. При некоторых видах есть антидоты, например, при отравлении опиатами есть налоксон. Который быстро купирует паралич дыхательного центра. Если его введут, этому наркоману, если его довезут до больницы, и если известно, что это опиаты, то там есть налоксон, который по крайней мере восстановит дыхание. Он походит, в принципе, по химической структуре на морфин, но не является наркотиком. Он вытесняет морфин из тех точек, где морфин засел, на мембранах клеток, там или еще где. И все, то есть действие морфина прекращается, человек дышит, по крайней мере. При отравлении производными из-за неазида, то есть которыми туберкулез лечат, имеется тоже антидот передоксин. Он восстанавливает активность ферментов, которые подавляют эти из-за неазиды. Ну, ранее я описывал, что этиловый спирт лечит отравление метиловым спиртом, тоже за счет вытеснения. Ну, также при отравлении ханилидом есть метилтианин и ахлорид, который тоже вытесняет. То есть метиленовый синий краситель вытесняет анилин. Ну, вот это если мы знаем, от чего отравился. Тогда для некоторых случаев есть антидоты. И надо сказать, что антидоты лучше в данном случае, потому что жизнь в опасности, и лучше просто подавить действие этого. То есть специфическая антидотная терапия, если она известна, это основной способ. То есть, допустим, наркоману именно будут налоксон вводить. Также длительно вводили аналептики. При таких вот случаях угнетения центральной нервной системы вводили возбудители нервной системы. Было распространенным способом. Ну, то есть трихонин там, но если нет, то кофеин. Вот в данном руководстве это критикуется, потому что такой способ позволял быстро достигнуть восстановления сознания. Вот человек лежит, ему ввелись трихонин, конечно, он глаза откроет. Но потом это вызывало всевозможные нарушения. Там судороги могло вызвать, психозы, галлюцинации и даже до смерти. Ну, как уже ранее говорилось, основной механизм патогенетический – это гипоксия. То есть, потребность головного мозга в кислороде увеличивается, и кислород, короче, не поступает. Надо сказать, что эти стимуляторы центральной нервной системы, которые традиционно применялись в таких случаях, они по-разному изменяют кровоток. Значит, есть группа, которая повышает потребление кислорода тканями головного мозга и уменьшает скорость кровотока. Это вот, допустим, амфетамин. Дальше. Есть группа такая, как камфора. Камфору часто применяли и традиционно из XIX века при таких состояниях. Камфора увеличивает кровоснабжение головного мозга и не изменяет потребление кислорода тканями. Также есть, собственно, аналептики, такие как стрихнин и кофеин, которые повышают поглощение кислорода тканями мозга, но не влияют на мозговой кровоток. Ну, или же кофеина в двух фазах работает. Ну, так вот, короче, при инъекциях больших доз стрихнина или бимегрида, то, что обычно применялось, возможно, вторичное развитие вторичной гипоксии головного мозга. То есть, они повышают потребление кислорода мозгом, за счет этого мозг очухивается. Но они могут не повышать доставку кислорода. То есть, вот, получается, клетки головного мозга теперь активно потребляют кислород. То есть, наркотик подавил потребление кислорода мозгом, человек умирает. Вводят стрихнин. Потребление увеличивается, но доставка крови может не увеличиться. Поэтому может развиться вторичная гипоксия, и вот в результате получилось, что, наоборот, люди от этого умирали. Вот. Ну, в общем, при отравлениях снотворными еще с 50-х годов в Скандинавии отказались от применения аналептиков и использовали поддерживающую инфузионную терапию в данном случае. Ну, в общем, сейчас вот он считает, что применение аналептиков при коме вообще недопустимо. Что они просто раздражают головной мозг и потом ухудшают. Ну, или могут ухудшить состояние больного. Однако, возможно, положительное влияние аналептиков на общее состояние больных при применении кофеина, никитамида и эфедрина при неосложненной поверхностной коме в небольших дозах, так как они поддерживают, может упасть давление, кофеин и эфедрин поднимают давление, поддерживают давление и частоту дыхания. И то, и другое повышает частоту дыхания. Собственно, эфедрин при дыхательных заболеваниях почему и применяется, что дыхание улучшает. Ну, вот, дыхание это улучшается, и кислород лучше поступает в таких случаях, когда поверхностная кома и в небольших дозах можно эфедрин, кофеин колоть. Аналептики не являются антидотами этой симптоматической терапии. Ну, и также аналептики категорически нельзя применять, вот тут пишут, при отравлении охугарным газом, опиатами, изианазидом и прочими веществами, которые вызывают судороги, так как эти самые кофеин и эфедрин сами по себе могут вызвать судороги. Интоксикационные психозы, также, значит, антидотная терапия применяется. Но, если идёт возбуждение, то, естественно, используют тренквилизаторы. Если у него психоз по типу там машет руками, и все ублюдки сейчас во всех убьют, то надо галоперидол. Это вроде как все уже у нас знают, да? Ну, или нету галоперидола, диазепам, седоксин и так далее, чтобы просто противоположные действия, чтобы успокоился, да? Ну, часто в комбинации с антигипоксантами применяются, то есть с пророксаном, гамма-аминомасляной кислотой и так далее. Вторичные алкогольные психозы, то есть белая горячка, хорошо купируются гемосорбцией. То есть вот кровь гоняют через фильтры, да, через сорбенты, и там дофамин, вот причина белой горячки, дофамин повышенный, вот прогоняют через фильтры, и таким образом дофамин, короче, нормализуется, и всё тогда проходит. И вот тут написано, что хорошо таким способом лечится алкогольный делей. Ну, и также гипохлорид натрия тоже, в общем, перед гемосорцией, скомбинированно, короче, гипохлорид натрия, потом гемосорбция. Ну, в целом, значит, это токсико-гипоксическая энцефалопатия тоже комбинированно лечится. Ну, в частности, антиоксиданты применяют такие, как гентарная кислота. И вот он, ну, схемы просто предлагает, каким образом, допустим, сначала гемосорбция, вот, потом там лазером, потом химиогемотерапия. Ну, в принципе, вот он, схемы изложены тут у него, да, то есть несколько методов применяются, в принципе, всё те же методы, то есть детоксикации ранее описаны. Токсический отёк головного мозга – опасное осложнение экзотоксической комы, которая часто при ней развивается. Наиболее часто оттёк головного мозга развивается при коме более суток, вызванное отравлениями наркотиками, барбитуратами, снотворными, а также отравление теленгликолием и метиловым спиртом. Отёк головного мозга сопровождается неврологической симптоматикой в зависимости от того, что там поражено. То есть паралич может развиться, пирамидные расстройства, судороги, гипертермия, мозжечок и так далее. При длительных коматозных состояниях возникают застойные явления на глазном дне, то есть отёк зрительных нервов, слепнет, увеличение размеров слепого пятна и так далее. Токсический отёк головного мозга – гипоксический отёк, развивается он медленно, ну и не так быстро, допустим, как при травме. Вот если, допустим, прям травма головного мозга, тоже довольно быстро отёк развивается, при токсическом – медленнее развивается. Соответственно, лечение направлено на снижение внутричерепного давления, для чего проводят глюбальные пункции. Ну то есть отёк, понятно, что там много жидкости в голове, поэтому делают дырку в спинном мозге и выпускают воду. Цереброспиральную жидкость 10-15 мл удаляют, также вводят диуретики, то есть мочевину и манитол, чтобы просто обезвоживать организм. Вводят диуретики, в данном случае безводной нагрузки. То есть вот ранее я описывал, допустим, метод детоксикации, когда вводят диуретики и плюс ещё много воды. А тут вводят диуретики без воды, именно чтобы отёки убрать. Мочевина. Ну, однако, через 6-8 часов лечебное действие мочевины прекращается и, возможно, вторичное повышение внутричерепного давления, так как мочевина накапливается в ткани головного мозга. Манитол в этом плане не вызывает вот этой вот отдачи, но его непосредственно дегидратозонный эффект слабее. Также глицерол применяется при лечении отёка головного мозга, его вводят в желудок или внутривенно. Глицерол не вызывает отдачи. То есть вот мочевина может вызвать через 6 часов отдачу, когда, наоборот, всё повышается давление. Форосимид могут давать вместе с вышеуказанными компонентами. Форосимид, то есть обычное мочегонное. Альбумин также дают и так далее. Ну, естественно, это просто мы воду выводим. Нужно также восстановить работу мозговой ткани, для чего вводят раствор глюкозы с инсулином, сразу, чтобы быстро усваивалось. Или раствор глюкозы с калием, с кококарбоксилазой, тиамин, аскорбиновую кислоту, пероцетам и так далее. То есть вводят вещества, которые улучшают работу головного мозга как таковую. Если нарушено дыхание, искусственная вентиляция и лёгких. Если повышена температура, что тоже бывает в таких случаях, пароцетамол. Ну и также проводят крайнеоцеребральную гипотермию. Хотя я не знаю, что это такое. Ну, также, значит, комплексное лекарственное лечение токсического отёка головного мозга включает в себя центральные холенолитики, биноктезин, ганглиоблокаторы, азометония бромид, аминофилин, прометазин. Ну, это дополнительные лекарственные средства. Значит, самое тяжёлое осложнение токсической комы – это смерть головного мозга. И она после отёка. Если отёк не удалось остановить, значит, кома как развивается, значит, лежит, не разговаривает, в течение примерно суток у него отёк головного мозга, и он умирает потом, если не лечит. Ну вот, значит, мы на стадии лежит, не разговаривает, антидоты вводим. Естественно, гемосорбцию, то есть, естественно, яд выводим и так далее. На стадии отёка головного мозга мы ещё лечим отёк, дегидратацию осуществляем, да, поддерживаем головной мозг и так далее. А дальше уже, так сказать, стадия смерти. Смерть головного мозга часто наступает при тяжёлых отравлениях наркотиками, угарным газом, барбитуратами, которые напрямую угнетают дыхательные функции центральной нервной системы. То есть, допустим, просто он наркотикам настолько подавляет всю работу организма, что уже и не дышит, и не дышит, и умирает. Ну и также клиническая смерть при отравлении различными ядами. Из состояния клинической смерти можно вывести, а головной мозг начинает умирать, хотя вывели из клинической смерти. Критерии. Электроэнцефалограмма. Если в течение нескольких часов нет никакой электрической активности головного мозга, значит, он умер и невозможно уже это вылечить. Ну, однако, вот пишут, что если наркотиками и снотворными, они вызывают состояние глубокого наркоза, и там известный случай, что по 30 часов без электроэнцефалограмма лежит, а потом всё-таки может очухаться. То есть, вот они могут такой глубокий сон вызвать, что даже электрической активности мозга нет, то есть, всё как мёртвый, да? Но через 3 часов может вывести яд и остановиться. Дополнительные критерии смерти головного мозга. Отсутствие различия концентрации кислорода в крови, который притекает к мозгу и отекает от него. Это значит, что мозг кислород не усваивает, значит, не работает. Ну, и высокое содержание внутриклеточных ферментов, таких как лактат дегидрогеназа в цереброспиральной жидкости. Это значит, что там идёт уже некроз, и клетки мозга отмирают.